Добрый день, друзья мои! Меня зовут Юля. И сегодня мы с вами будем делать вот такие простые и стильные пакеты для упаковки наших подарков. Но для начала нам надо определиться с размерами. Определите размер готового пакета и дальше рассчитайте размер бумаги по схеме, которую видите на экране. Я буду делать пакеты для вузского саше, о котором вы можете посмотреть мое видео, ссылка в описании. Саше у меня довольно плоские, пакеты я тоже буду делать небольшие и неглубокие. Здесь глубина пакета всего 2 см, но естественно вы можете выбирать другую, гораздо большую глубину. Теперь о бумаге, какую выбрать. Можно использовать любую, в том числе и обычную офисную, но мне она кажется неинтересной. Я использую вот такую дизайнерскую с фактурой, плотностью 100-110 грамм. И так вот загибаем листок по дну будущего пакета и по одной из его боковых сторон, откладывая по 2 см. Дальше боковую сторону складываем пополам и формируем первую боковую сторону пакета. С другой стороны листка тоже загибаем половину глубины, у меня это 1 см. Этот загиб будет нужен нам для склейки. Теперь складываем лист с загнутыми краями пополам и формируем вторую боковую сторону пакета, сгибая ее на половину выбранной глубины, тоже на сантиметр. Пугающе много одинаковых слов про глубину сантиметра и пополам, но я уверена, что вы без труда разберетесь. Фактически мы все сделали. Теперь можем окончательно собирать наш пакет. Складываем гармошкой первую боковую сторону так, чтобы центральное ребро было внутри пакета. То же самое делаем со второй стороной, тоже центральное ребро внутрь, но здесь нам надо будет склеить загнутые края. Можно использовать любой клей, карандаш, канцелярский, ПВА, но я буду клеить на двусторонний скотч. Так получается быстрее и аккуратнее. Склеиваем аккуратно, совмещая линии загибов. И теперь осталось сделать дно. Закладываем углы по основным сторонам конверта, расправляем боковые уголки и склеиваем. Если вы делаете широкий пакет, склеивайте дно клеем, нанося его на всю поверхность, чтобы пакет был прочнее. У меня дно совсем узенько, поэтому будет достаточно скотча. И для удобства рука сюда не просовывается, поэтому для удобства я пройдусь по месту стыка карандашиком. Теперь окончательно все поправляем. Наш пакет готов. Кладем в него подарок и переходим к декорированию. Вариантов декора огромное множество. И тут, на мой взгляд, надо придерживаться одной древней умной мысли. Ничего сверх меры. Для первого варианта дизайна используем бирочку с текстовым фрагментом и сушеный мандарин. В качестве бирочки распечатан на цветном принтере фрагмент рукописи Леонардо да Винчи. Приклеиваем бирочку к задней стороне упаковки. А переднюю сторону закрепим термоклеем и мандарином, используя мандарин как печать. Ну и чтобы усилить эффект печати, добавим джутовую нить. Второй вариант тоже цитрусовый, тоже с биркой. Но теперь добавим лимон и кальку. Приклеим лимон на кальку, он ее утяжелит и она будет плотно держаться. Тогда пакет можно не заклеивать наглухо, как предыдущий. А саму кальку приклеим, как и бирку, с обратной стороны пакета. Таким образом у нас получился открытый пакет с клапаном. Третий вариант. Калька и бирка. Опять прикладываем кальку как клапан сверху, готовую бирочку, на которой вы можете написать любой текст, адрес, пожелание и так далее. Прокалываем дыроколом пакет с калькой, кладем бирку сверху и перевязываем все лентой или веревкой. Четвертый вариант. Сделаем зимний пакет, используя готовый текст. У меня это дизайнерская бумага с непонятной, но очень красивой надписью. Кусочек кальки и веточка сухого эвкалипта, которую я предварительно слегка спрыснула краской из баллончика. Приклеивать все это будем слоями. Бумагу и кальку на скотч, двусторонние растения на термоклей. Если вы уже смотрели мои другие видео, вы знаете, как я люблю любые текстовые элементы в декоре. Текст это тот самый акцент, тот штрих, та точка, которую делают любую вещь дизайнерской. Мы посмотрели принцип декора. Текст, бирка, калька, сушености. Понятно, что можно использовать другие ленты, нити, кружево, выбирать другие растения. Все равно получится стильно и интересно. Ну и если это видео было для вас полезным, я буду благодарна за ответную реакцию. А мне, как обычно, остается пожелать вам жить просто, красиво и счастливо. Увидимся. Пока.